Мисс США 2019 года Челси Крист нашли мертвую около небоскреба в Нью-Йорке. Полиция считает, что она покончила с собой. Крист было 30 лет, помимо участия в конкурсах красоты, она работала адвокатом и на телевидении. Все состояние американки, американка оставила матери, также бывшую участнице конкурсов красоты. Ранее Крист рассказывала, что проходит психотерапию. Тело было найдено у подножия 60-этажного дома Орион около 7 утра по местному времени. На теле обнаружили травмы, характерные для падения с большой высоты. Американка скончалась на месте. Крист жила в этом небоскребе на 9 этаже и разбилась насмерть после падения с Террасы на 29 этаже, на которую свободно могут попасть все жители дома, сообщили источники Нью-Йорк-Пост. Полицейское управление Нью-Йорка заявило Халливуд Репортер, что считает случай самоубийством. Не только красивая, но и умная. У нее была такая жизнь, которая позавидует любой, это так грустно, отметил источник полиции. По информации источников, Крист оставила записку, в которой указала, что хочет передать все состояние своей матери, бывшей участнице конкурсов красоты Эйприл Симпкинс. Погибшая не раскрыла в записке мотивы своего поступка. Крист родилась 28 апреля 1991 года в штате Мичиган. Позже семья переехала в Северную Каролину. Ее мать выиграла конкурс «Мисс Северная Каролина» в 2002 году, когда Крист была ребенком. Дочь начала участвовать в конкурсах красоты еще со школы. В 2019-м она со второго раза получила титул «Мисс Северная Каролина». После этого Крист получила право представлять свой штат в конкурсе «Мисс США» 2019 года. И модель обошла всех соперниц и в 28 лет стала самой возрастной женщиной, получившей титул «Мисс США». На нее рекорд принадлежал Нане Мэрия Уэзер, которая выиграла «Мисс США» в 27 лет. Благодаря победе Крист 2019 стал первым годом, когда все четыре главных американских конкурсов красоты выиграли женщины африканского происхождения. «Мисс Северная», «Юнная», «Мисс США», «Мисс Америка» и «Мисс США», «Мисс Америка» – более старый национальный конкурс красоты, чем «Мисс США». Сегодня престижнее считается последней, поскольку только «Мисс США» может затем побороться за титул «Мисс Северная». Крист представила США на конкурсе «Мисс Северная» 2019 и вошла в десятку финалистов. Она также стала самой продолжительной обладательницей титула «Мисс США» в истории конкурса. Крист сохраняла его 557 дней, поскольку пандемия коронавируса сдвинула проведение следующих конкурсов. Как считала Крист, ее победа в «Мисс США» нарушила стереотипы о том, как должна выглядеть обладательница этого звания. «Предполагается, что девушки-участницы конкурса, я цитирую, должны быть высокими и стройными, с пышными волосами и убийственной походкой. Но я выиграла с ростом 5 футов 6 дюймов, это больше 170 сантиметров примерно, с прессом и 6 кубиков, заработанных за годы соревнований по легкой атлетике и головой с естественными кудрями. И это в то время, когда поколения чернокожих женщин поучали, что если они будут слишком черными, то не достигнут успеха и на работе, и в зрелищных представлениях», поясняла Крис. Правда, она забыла добавить, что Америка 2019 года – это совсем другая Америка, чем была даже 5 лет назад. А уж после смерти Флойда в мае 2012-го это даже не Америка 2019 года. В дополнение к своему участию в конкурсах красоты она вела блог о моде под названием «White Color Glam», в котором вдохновляла женщин одеваться красиво и стильно не только по особым случаям, но и в повседневной жизни, на рабочем месте. За пределами конкурсов красоты Крист получила юридическое образование, став доктором юридических наук в 2017 году. Работала адвокатом, занимаясь гражданскими судебными процессами. Качество благотворительности она бесплатно помогала некоторым клиентам, которые проходили по обвинениям, связанным с наркотиками. В том числе сотрудничала с известным американским юристом Британи Барнетт, которая в США борется за смягчение наказаний по наркотическим статьям. Крист и Барнетт на пару добились помилования для Альфреда Риверы, которого приговорили к пожизненному заключению за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. После победы в Мисс США в 2019 Крист стала работать на телевидении в качестве нью-йоркского репортера Экстра ТВ. За свои успехи в этой сфере была дважды номинирована на дневную премию Эмми в номинации «Выдающаяся программа развлекательных новостей». Цитирую «Наши сердца разбиты», Честли была не просто жизненно важной частью нашего шоу, она была любимой частью семьи Экстра и сумела расположить в себе весь персонал. Наши глубочайшие соболезнования всей ее семье и друзьям прокомментировали в Экстра ТВ «Смерть Крист». Ведущий Экстра Билли Буш в связи с гибелью Крист сообщил, что она была трудолюбивой и веселой, и всегда танцевала между дублями съемок. Другой коллега Крист из Экстра Рене Барк назвал ее самой милой, доброй и умной женщиной, которую он когда-либо встречал. Крист рассказывала, что в 2019 году она проходила терапию. За несколько часов до смерти она записала на своей странице в Инстаграм «Пусть этот день принесет вам мир и спокойствие». После известия о гибели американки, этот пост собрал уже больше 31 тысячи комментариев. Семья Крист отметила, что Мисс США 2019 вдохновляла людей по всему миру своей силой, красотой и желанием помочь другим людям. В Мэрисвилле, штат Огайо, 16 туристов были найдены без сознания после купания в бассейне в отеле «Хэмптон-Инн» из-за массового отравления. Об этом пишет «Нью-Йорк-Пост». Инцидент произошел в городе Мэрисвилл, штат Огайо. По словам начальника полиции городского управления Тони Брукса, сначала поступило сообщение о двухлетней девочке, которая потеряла сознание в воде. Позже диспетчеры службы экстренной помощи получили еще несколько звонков. Отдыхающие жаловались на головокружение и жжение в горле. Прибывшие на место с происшествия медики оказали пяти постояльцам помощь на месте. Четырех человек сопроводили в больницу, а еще для семи туристов отдых обернулся госпитализацией в критическом состоянии. Местные власти начали эвакуацию отеля, все гости были размещены в ближайших гостиницах. По предварительным данным, отдыхающие отравились угарным газом. В штате Мичиган отец случайно задавил своего семилетнего сына бульдозером, сообщает «Нью-Йорк-Пост». От полученных травм ребенок скончался на месте. Как сообщили в полиции штата, школьник выпал из прицепа, который тянул бульдозер и попал под колеса. За рулем тягача находился отец ребенка, который не заметил упавшего на дорогу мальчика. Кроме того, офицер Дювейн Робинсон сообщил, что бульдозер во время поездки вышел из строя. По словам полицейского, машина резко остановилась и поехала в обратном направлении, переехав тело школьника. Также сообщается, что в крови мужчины не были обнаружены следы наркотиков или алкоголя. На данный момент власти все еще расследуют инцидент. Основная версия случившегося – несчастный случай. В Техасе двухлетний мальчик спас семью от мучительной гибели в горящем доме. Он был единственным, кто заметил огонь двухлетней. Супруги Нейтан и Кайла Дал рассказали, что в ночь с 14 на 15 января они и их пятеро детей мирно спали. В какой-то момент в доме начался пожар, но муж и жена не почувствовали запаха гари из-за потерянного во время болезни COVID-19 обоняния. Около половины пятого утра в спальню к родителям зашел двухлетний Брэндон. Он постучал по кровати ногой, разбудил мать и сказал, что ему горячо. Женщина сразу же вскочила с кровати, увидела пламя у дверного проема и разбудила мужа. Родители начали выводить детей из горячего дома. Когда вся семья оказалась в безопасности на улице, тогда сработала пожарная сигнализация. Из-за пожара семейство лишилось дома и двух машин, но благодаря Брэндону сохранили жизнь всех членов семьи. В штате Северная Каролина житель округа Берг не может быть прооперирован в местной больнице из-за того, что отказывается прививаться от коронавируса, как того требует политика медицинского учреждения. Известно, что Чад Карлсвелл является убежденным противником вакцинации. У мужчины ампутированы две конечности. Он перенес несколько операций на сердце и сейчас нуждается в жизненно важной трансплантации почки, без которой он не знает, сколько еще проживет. Более ста местных жителей выразили готовность выступить донорами, но врачи Баптистской больницы Atrium Health Wake Forest Baptist Hospital наотрез отказываются проводить операцию, пока Карлсвелл не будет вакцинирован. Отмечается, что медики провели с мужчиной беседу и просили его сделать прививку, поскольку без операции он может умереть. Но Карлсвелл заявил, что скорее умрет, чем сделает прививку. Больницы в свою очередь заявили, что политика обязательной вакцинации направлена на защиту пациентов, перенесших трансплантацию, поскольку их организм ослаблен и подвержен большому риску тяжелого течения COVID-19 в случае заражения. В США тренер школьных команд по софтболу и баскетболу оказалась в суде после того, как занялась сексом с одной из учениц. Официальные обвинения были представлены 30-летней Эшли Ризон из штата Огайо. Педагог, работавшая в школе городка Нью-Майами с 2015 года, обвиняется в совершении действий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, спаивании несовершеннолетнего и попытках скрыть улики своих преступлений. По данным следствия, отношения между Ризон и одной из ее подопечных начались в марте 2021 года. Тренер занималась сексом с ученицей как минимум 8 раз в апреле 2021, а в мае, после того, как началось разбирательство, попыталась уничтожить улики, указывающие на их связь. Цитирую, помимо того, что рассказал сам ребенок, в распоряжении следствия имеется запись разговора между ним и Ризон, в ходе которой последняя делает множество обличающих ее заявлений, умоляя не сообщать о ней властям, сказала Линси Шихан во время заседания суда. Ризон не признала себя виновной, ей был назначен залог в 10 тысяч долларов, которые женщина внесла. Следующее заседание назначено на 1 февраля. На свободе бывшая учительница будет носить электронный браслет, ей запрещается общаться с жертвой. Популярная певица Риана и рэпер А.С.А.П. Рокки Майерс ждут первого ребенка. На минувших выходных пару сфотографировали во время прогулки по Гарлему. Сама Риана пока не комментировала публикации. Ранее певица опровергала слухи о своей беременности. До этого популярный твиттер-аккаунт The Academy опубликовал фотографию звезды ее кавалера с довольно авторитетной подписью «Риана беременна». Это ее первый ребенок от А.С.А.П. Рокки. Пост не содержал каких-либо официальных подтверждений. На ТикТок хэштег «Риана прегнант», то есть «Риана беременная» собрал более 395 тысяч просмотров, в основном благодаря видео, в которых сетуют, что потенциальная беременность может похоронить все надежды на новый альбом певицы. Робин Риана Фэнти родилась в 1988 году на Барбадосе. В возрасте 16 лет она перебралась в США, чтобы начать карьеру певицы. За свою карьеру Риана получила 9 премий Грэмми и стала одним из самых продаваемых артистов в мире. Умер американский актер Говард Хессеман. Смерть наступила из-за осложнений после операции на толстой кишке, которую артист перенес летом 2021 года. Ему было 81 год. Говард Хессеман родился 27 февраля 1940 года в городе Лебанон, США. Широкой публике он наиболее известен по роли дисжакея доктора Джонни Фивера в американском гемедийном сериале «Радио Цинциннати». За участие в ситкоме Хессеман был дважды номинирован на премию «Эмми» в 1980-м и 81-м годах. Актер также снимался в таких телепроектах, как «Староста класса», «Доктор Хаус», «Скорая помощь», «Обмани меня» и «Шоу 70-х». Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok